Здравствуйте! 30 августа исполняется 110 лет со дня рождения российского, советского писателя, журналиста, публициста Виталия Георгиевича Губы. Сказка «Королевство кривых зеркал» была написана в 1951 году. И в центре сюжета увлекательная история одной советской школьницы Оли в волшебной стране. И пройдя немало испытаний, она понимает, что необходимо менять ей свой характер в лучшую сторону. Также вы можете посмотреть советский полнометражный цветной художественный фильм, который был снят в 1963 году на студии имени Максима Горького. Итак, о чем же эта сказка? Ученица пятого класса Оля была капризной, избалованной и ленивой девочкой, которая в то утро вела себя из рук вон плохо. Придя после школы домой, неожиданно Оля услышала голос из зеркала, который предложил ей оказаться в зазеркалье, чтобы со стороны посмотреть на себя и свои поступки. Оля согласилась. И оказавшись в зазеркалье, Оля первым делом столкнулась с собственным двойником – Ело, то есть Оля, наоборот. И новая незнакомка предложила Оле прогуляться по сказочному городу из книжки. Она приставила книжку к стене, и картинка увеличилась настолько, что девочки без труда оказались на городской улице. Глава третья, в которой Оля путешествует по сказочному городу и убеждается, что не все то золото, что блестит. Девочки вышли на вершину холма, с которого открывался удивительный вид. У их ног начиналась огромная стеклянная лестница. Она уходила далеко вниз, и там, внизу, у ее подножия раскинулся город. Он был весь из разноцветного стекла, и его бесчисленные башни и шпили отражали солнце и слепили глаза. Держась за руки, Оля и Ело начали спускаться по лестнице. Ступени, словно струны, зазвенели под их ногами. По бокам лестницы стояли широкие зеркала. Заглянув в одно из них, Оля увидела двух очень толстых и широколицых девочек. «Неужели это мы?» – растерянно спросила она. «Да, кажется, мы». Девочки достигли подножия лестницы и остановились. Перед ними растелалась площадь, которую окружали красивые дома. Из желтого, красного, синего, зеленого и белого стекла. Красивые дамы в длинных шелковых платьях и кавалеры в расшитых золотом, пышных костюмах гуляли вокруг фонтана, из которого высоко в небо взлетали прозрачные струи. Падая на землю, эти струи превращались в стекло, разбивались на миллионы сверкающих осколков и наполняли воздух музыкальным звоном. От фонтана веяло приятной прохладной. Все искрилось в ярком солнечном свете. Там и тут по площади проезжали коляски с какими-то важными и надутыми людьми. Звонко стучали по мостовой подковы лошадей. И повсюду на площади, так же, как и на лестнице, были расставлены кривые зеркала. Оля и Ейло с любопытством рассматривали необыкновенных людей. Вот мимо прошел высокий худой старик в парчевом камзоле и в черных чулках, обтягивающих его тонкие ноги. «Дедушка!» – обратилась к нему Оля. «Скажите, пожалуйста, как называется эта страна?» «Я не дедушка», – сердито огрызнулся прохожий. «Я – церемониймейстер, его величество короля Тапседа седьмого. Противные девчонки, разве вы забыли, что наша страна называется королевством кривых зеркал?» Высоко вздернув голову, надменный старик удалился. Девочки переглянулись, едва сдерживая смех. «Его!» – он сказал, что короля зовут Тапсед, – соображала Оля. «Если здесь, как ты сказала, все наоборот, значит он деспот?» «Деспот, Оля!» «Вот какой это король!» Девочки обогнули площадь и вошли в маленький тесный переулок. Чем дальше они шли по этому переулку, тем ниже и беднее становились дома. Вот перед ними стена длинного строения из черного стекла, освещенная изнутри какими-то мерцающими стеклами. Из широкой двери клубами вырывался дым. «Там, кажется, пожар!» – воскликнула Оля. Они вошли в дверь и спустились по скользким ступеням в подвал. «Как трудно дышать!» – закашляла Ело, прикрывая рукой рот. Девочки увидели темное, наполненное дымом помещение. В полумраке вспыхивали огни каких-то печей. Едва различимые в дыму, как призраки, двигались полуобнаженные мужчины и юноши, занятые непонятной работой. Они были худы и измучены. И вдруг жалобный крик раздался в мастерской. Худенький подросток, покачнувшись, упал на землю. Но сейчас же к нему подошел человек в разноцветной одежде, с кнутом в руке. «Опять этот гурт не хочет работать!» – сказал человек. И Оля услышала, как в воздухе свистнул кнут. Раз! Кнут опустился на обнаженную спину мальчика, оставив на ней красную полосу. Мальчик даже не пошевелился. Он был без сознания. Человек снова взмахнул кнутом. Но тут Оля бросилась вперед и, задыхаясь от волнения, крикнула. «Что вы делаете? Не смейте! Вы же убьете его!» Человек повернул к девочке разъяренное лицо. «Я главный надсмотрщик министра Нушрока. Кто смеет делать мне замечания?» «Неужели вам не жаль его?» – задыхаясь, проговорила Оля. «Смотрите, какой он слабый и маленький!» «Отойди прочь! Иначе клянусь королем! Тебе придется плохо, девчонка!» Вокруг Оли и надсмотрщика столпились зеркальщики. Они смотрели на Олю с такой благодарностью, что это придавало ей смелости. «Вы не должны его бить!» – твердо сказала Оля. «Посмотрите, посмотрите! Он, кажется, уже мед! Помогите ему!» «Вынесите это чучело на воздух!» – крикнул надсмотрщик. «Не думаешь ли ты, девчонка, что министр Нушрок станет беспокоить королевского врача ради этого мешка с костями?» Мальчика подняли, вынесли на руках из подвала и положили на мостовую лицом к солнцу. Веки его слабо задрожали. «Ну вот, я же говорил, что мальчишка притворяется!» «Он просто не хочет работать!» – прорычал надсмотрщик. «Нет, гурт теперь уже не милого королевского суда!» Кто-то тронул Олю за локоть. Она оглянулась и увидела бледную ело, протиснувшуюся сквозь толпу. «Сумасшедшая!» – взволнованно зашептала ело. «Бежим скорее отсюда! Я так боюсь этого человека с кнутом!» «Я никуда не пойду, пока не узнаю, что будет с мальчиком!» Упрямо тряхнула косичками Оля. Раздался звон подков. «Кажется, катит Нушурок!» – тихо проговорил сгорбленный старик с глубокими морщинами на лице. Оля шепотом спросила его. «А что здесь надо Нушуроку?» Он взглянул удивленно. «Вы, девчонки, наверное, чужестранки. Но Шурок – хозяин всех зеркальных мастерских в нашем королевстве. Вот и этих мастерских. Мы делаем здесь наводку зеркал. Видишь, какие мы все худые? Это от того, что мы отравлены ртутными парами. А посмотри-ка на наши руки. Видишь, они покрыты язвами. Это потому, что мы отравлены ртутью. Скупой Нушурок не хочет заменить оловяно-ртутную амальгаму серебром. Серебро ему дороже, чем жизнь людей. «Нушурок – это значит коршун», – тихонько пояснила Ело. «Тише!» – прошептал старый рабочий. «Он подъезжает. Не смотрите ему в глаза, девочки. Его взгляда никто не выдерживает». На вороных лошадях в толпу въехал странники с длинными копьями. Все торопливо раступились. Еще раз несколько секунд к мастерским подкатила сверкающая карета. Слуги распахнули дверцы, и Оля увидела выглянувшего из кареты человека, лицом похожего на коршуна. Нос у него был загнут книзу, словно клюв. Но не нос поразил ее. Девочка вздрогнула, увидев глаза Нушрока. Черный и хищный. Они словно пронизывали всех насквозь. Оля заметила, что с Нушроком никто не хочет встречаться взглядом, и все смотрят в землю. Хищные глаза министра медленно осмотрели толпу, скользнули по неподвижно лежащему мальчику и остановились на надсмотрщике. Надсмотрщик опустил голову и снял шляпу. «Что случилось?» Пискнул человек с лицом коршуна. Оля подумала, что голос у него такой же противный, как и глаза. «Гурт снова не хочет работать, господин министр», Почтительно проговорил надсмотрщик, не поднимая глаз. Гурт вдруг застонал и приподнялся, опираясь на руки. Министр страшным, не мигающим взглядом уставился на мальчика. «Почему ты не хочешь работать?» «Господин министр», — еле слышно проговорил мальчик, «я голоден, мне трудно работать. Ты лжешь. Каждый день ты получаешь хороший ломоть хлеба». «Какой же это ломоть, господин министр?» «Это совсем маленький кусочек, величиной со спичечную коробку». «Я отдавал его своей больной матери», — тихо, но горячо говорил Гурт. Он с трудом поднялся на ноги, покачнувшись, опёрся рукой о стенку. «У меня оставалась только крошка хлеба. Вот она, на моей ладони. Видите?» Я берёг её к вечеру. «Ах, как залгался народ!» — покривил губы Нушрок. «Это, по-твоему, крошка? Ну-ка, поднеси её к зеркалу». В чёрном развивающем плаще Нушрок вдруг выскочил из кареты и потолкнул мальчика к кривому зеркалу, одному из тех, которые повсюду стояли в этом странном городе. «Подойди ближе к зеркалу!» — закричал Нушрок, брызгая слюной. «Что ты видишь в зеркале, мальчишка? Ну?» Оля увидела в зеркале толстого мальчика с огромной булкой в руке. «В зеркале видна целая булка!» — усмехнулся надсмотрщик. «Целая булка!» — воскликнул министр. «И после этого ты говоришь, что тебе нечего есть?» Гурт внезапно выпрямился. Его усталые глаза блеснули. «Ваши зеркала врут!» — гневно проговорил он. Его щёки даже слабо порозовели. Гурт нагнулся, подхватил с земли камень и силой швырнул его в зеркало. С весёлым звоном осколки стекла посыпались на мостовую. Толпа ахнула. «Я рад, что разбил это кривое зеркало. Хоть одним лживым зеркалом будет меньше на свете. Вы для этого и расставили по всему городу эти проклятые зеркала, чтобы обманывать народ. Только всё равно вашим зеркалам никто не верит!» — выкрикнул Гурт в лицо Нушроку. «Взять его!» — завизжал Нушрок. «В башню смерти!» Два страшника подхватили мальчика и потащили по переулку. «Прощай, Гурт!» — крикнул кто-то. «Прощай, мальчик!» «Братья!» — раздался другой голос. «Долго ли мы будем ещё терпеть всё это?» Кто-то в толпе запел, и песню подхватили десятки голосов. «Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает. Но знайте, наши палачи, всё ярче правда расцветает. Нас ждут великие дела. Вы нашей правде, братья, верьте. Долой кривые зеркала! Сожжём, разрушим башню смерти!» «Прекратить!» — весновался Нушрок, бегая от одного к другому. Полы плаща, словно чёрные крылья, метались за его спиной. Наклонив копья, стражники ринулись на зеркальщиков и оттеснили их в подвал. Нушрок нырнул в карету и махнул перчаткой. Дверцы захлопнулись, лошади рванулись, и окружённая стражей карета со звоном укатила. На улице остались лишь девочки, да одинокий стражник у входа в мастерскую. «Скажите, зачем этого несчастного мальчика отвезли в башню?» Высокий стражник посмотрел на Олю сверху вниз, усмехнулся. «Как зачем?» «Смешная ты, девчонка!» «Как только королевский суд вынесет приговор, мальчишку сбросят с башни смерти. И его тело разобьётся на тысячи осколков». Оля вскрикнула. «А кто может отменить этот приговор?» «Только сам король. Но он никогда не отменит приговор своего суда». Ело потянула Олю за рукав. «Оставь его, Оля! Нельзя быть такой неосторожной! Ещё немного, и мы попали бы с тобой в большую беду!» Оля взяла Ело за руку. «Пойдём, Ело!» «Куда?» «Во дворец короля». «Что?» «Я не успокоюсь до тех пор, пока Гурт не будет свободен». «Гурта больше никто не спасёт!» «Ты слышала, что сказал стражник?» «Мы всё равно пойдём во дворец короля». «Его надо спасти, Ело!» «Обязательно!» «Но тебя тоже могут казнить!» «Всё равно!» «Идём!» Ело смотрела на Олю округлившимися от узумления глазами. Ело не подозревала. В ней столько решимости и бесстрашия. Ведь она, Ело, частенько видела Олю и ворчливой, и капризной, и такой ленивой, что даже становилось скучно её отображать. Почему же сейчас с такой смелостью сверкают глаза Оли? Читатели, конечно, догадались почему. Потому что, несмотря на свои недостатки, Оля была пионеркой. И теперь она была полна только одним чувством – тревогой за жизнь угнетённого мальчика. «Пойдём!» – повторила Оля. «Что ж!» – вздохнула Ело. «Пойдём!» Девочки пошли по переулку. «В этой стране так много блеска!» – помолчав, сказала Оля. «Сначала мне здесь даже понравилось. Но, видно, бабушка права, когда говорит, что не всё то золото, что блестит». А что будет дальше, вы сможете узнать, дочитав сказку «Королевство кривых зеркал». «Королевство кривых зеркал» «Королевство кривых зеркал» Продолжение следует...